Всем привет, уважаемые друзья, вы на канале Словат Юнайтед, меня зовут Эмиль, и долгожданный эксперимент. Эксперимент по созданию русского богатыря. Как-то раз Владимира Владимировича Путина кончилось терпение, и он сказал «Что это мы всё время проигрываем в футболе? Давайте уже сделаем с этим что-нибудь». После этого на секретной советской, ещё старой военной базе обнаружили геномы Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича, и там вот на этой базе их начали смешивать и создали футболиста, ну как взяли там какого-то обычного русского парня, который согласился пойти на эксперимент, видите, он ещё такой новобранец, прям со школы его забрали, оценки были низкие, футболист, ну как, подавал какие-то надежды футбольные, ему вкололи эту сыворотку, и всё. Чувак стал в футболе богом, он играет на всех позициях, у него сознательный характер, то есть он сразу стал мозгами шурупить, то есть он стал богатырём квинтэссенции, всем-всем-всем вместе, и у него замороженные характеристики, у него всё по 20, стабильность, ну я ему всё поставил по 20, да, он, конечно, будет темпераментный, конфликтный, грязный, играющий, агрессивный, вот это всё, но при этом не склонный к травмам совершенно, ну то есть он, из-за того, что он суперсильный, он, естественно, не сдержанный, хотя характер сознательный, но он может вот натупить, подвести команду и так далее, но так, это вообще игрок без слабых мест, вехи карьеры пока у него пустые, мы посмотрим, куда этот русский богатырь попадёт, скорее всего, я так вангую, что сначала его заберёт к себе Зенит, потом Лямов за 10 его перепродаст куда-нибудь в топ-клуб европейский, и там он будет уже просто всё крушить и уничтожать, но это только мои предположения, друзья, если вам нравятся эксперименты вообще любые, можете предлагать в комментариях идеи, и вот этот эксперимент поддерживать пальцами вверх и подписками на канал, если вы ещё вдруг по какой-то причине не подписались, самое время это сделать, ну а мы начинаем. Хотите приобрести футбол-менеджер дешевле, чем в Стиме, тогда переходите по ссылке под видео, ну а промокод Салават Юнайта даст вам дополнительную скидку. Я говорил про Зенит, но русским богатырём заинтересовались пока только Сочи, блин, я очень хочу, чтобы он перешёл в Сочи, и Сочи-то идут на 13-м месте, Юрий Красножан сейчас, наверное, откроется трансферное окно, сразу богатыря-то подберёт, я надеюсь, богатырь не заломит какие-то баснословные деньги, и вот будет интересно смотреть, спасёт ли богатырь Сочи или нет. Эх, Сочи где-то не доглядел, и в итоге карьера русского богатыря предсказуемо скатилась в Зенит, но вот в чём проблема, богатырь получает 130 евро, и Зенит его не использует, это просто уникально, человек 1 гол 3 голевые передачи сделал, имеет оценку 9-10, так, сейчас у нас 17 марта, Зенит вообще играл, так, давайте посмотрим, убедимся в том, что... Да, Зенит уже много сыграл, ещё с февраля Зенит играет, со Спартаком, с ПСВ, с Ахматом, но они не используют богатыря, у них там, наверное, ещё Жирков играет до сих пор, ну, Жирков не играет, но играет Дуглас Сантос, хотя, ну, на любой позиции богатырь может выйти, на любой, вот вместо Дэна Ловрана, например, может выйти, вместо Ракитского, а богатыря даже в запасе нет, они даже его в запас не берут, вы представляете, насколько всё печально, насколько всё плохо у Зенита, и я вот поэтому очень расстроен, что богатырь был Зенитом взят вот именно в таком сильном клубе, где большая конкуренция. В Сочи бы по-любому они богатыря бы поставили играть, а здесь его нет, они вот даже в Зените 2 не наигрывают. Ну, так бесславно в Зените супер-мега-крутой богатырь не играет, представляете, вот с такими скиллами человек не попадает в состав Зенита, там всё ещё Симак тренирует, я не знаю, кто тренирует сейчас Зенит. Да, Сергей Богданович, ну что вы делаете? Да, вы выиграли, я вас поздравляю, чемпионат России, и да, у вас отличный состав, но у вас есть супер-мощный молодой игрок, да, ну просто мощнейший игрок просто в мире, и вы его не используете, это вообще как, это вообще незаконно, ну вот Зюба Азмун там бегает и так далее, но нет, нет гений, ну хотя бы в аренду бы его сдали, что ли. Невероятно, богатырь дебютировал в премьер-лиге, вышел на замену, уж не знаю, сколько он там сыграл, но получил оценку 7-2. Выдающийся, казалось бы, результат. В прошлом сезоне один матч у богатыря за Зенит 2, там была оценка 7-3, но ничего за этим не следует. То есть мне вот интересно вообще, чем думают в Зените лучшего просто игрока, который только есть в футболе, Симак не ставит, что-что? Ну они брюки обыграли, у них праздник, они там счастливо кипятком писают, Зенит без поражения идет, и они думают, вау, как у нас круто, мы всех побеждаем, и нам даже богатырь не нужен, богатырь сидит на скамейке, он вообще на ЛЧ заявлен, интересно, я буду смеяться, если он у них заявлен, но они его не выпускают. Нет, он у них даже не заявлен, зачем, зачем действительно заявлять богатыря на Лигу Чемпионов? У Зенита же такой мощный состав, такие все грозные, сильные, вот игра с Ростовом, например, вот мы можем посмотреть. Есть ли богатырь? Нет, богатырь не заявлен на игру, представляете? Ну просто смех лучшего игрока маринуют где-то. Сергей Богданович, ну выпускайте богатыря! Аллилуйя, русский богатырь свалил из Зенита и играет в аренде в Уфе, причем сыграл он еще для начала в Уфе 2, забил 3 гола в 3 матчах, то есть в Уфу изначально его еще не хотели там куда-то ставить, типа, ну да, ну, какой-то там молодой, че нам, пофиг, что у него 200-200, сейчас я вам еще раз покажу, 200-200, репутация, ну какая-никакая уже есть, все равно не сказать, что совсем бомж. Ну, хотя не знаю, может быть в Уфе 2 он набирал форму, это тоже логично, с учетом того, что в Зените он вообще сидел с жопу на скамейке, а тут он перешел в Уфу, сыграл 3 матча, оценка 8 и 3, 1 голевой пас, дважды игрок матча, в аренду взят из Зенита, аренду причем бесплатную, ну действительно Зениту-то зачем игрок с потенциалом 200, они его в бесплатную аренду сдали, ну, как я понял, половину зарплаты платят Уфа, необязательная будущая выплата, серьезно, серьезно, они за 109 тысяч, блин, вот я не знаю, сейчас искусственный интеллект ФМа проверяем, игрок с текущими способностями 200, потенциалом 200, сдается в аренду за половину зарплаты и с необязательной будущей выплатой 109 тысяч, вы серьезно? То есть Уфа может его выкупить за 109 тысяч? Реально? Нет, просто я, когда играл сам, то есть не компьютер компьютеру, когда аренду сдает, а когда ты сам играешь и пытаешься необязательную будущую выплату засунуть в аренду и какого-то молодого беста пытаешься выкупить, компьютер тебе говорит фиг, плати там за него 100 миллионов, а компьютер компьютеру сдает нормально, то есть, блин, офигеть, ну хотя с учетом того, что в Зените он вообще не играл, может они считают, что это какой-то абсолютный бесперспективняк, что они задают его в аренду и в итоге даже с выплатой, то есть хитрые башкиры решили снова подзаработать, и, блин, я буду смеяться, если Уфа его выкупит у Зенита, я буду дико ржать, если они реально его выкупят, это просто Зенит, гениальные трансферы от Зенита, ну блин, в реальности, конечно, такое было с круговым, но у кругового не было всех скиллов по 20, это, это, это жесть, и он заиграв в премьер-лиге, у него стоимость поднялась до 600 тысяч, в Зените она была 1015, по-моему, офигеть, офигеть, он пару матчей сыграл, у него уже все это выросло, на какой позиции он играет? Он играет на позиции левого защитника, о боже, кто там, Рахимов, да, Рашид Рахимов говорит, ну нам не нужен нападающий, там у нас есть Кротов, зачем нам нападающий, у нас левый защитник, вот эта позиция, которая требует усиления, давайте посмотрим, как играла Уфа, так, ну как я понял, это три последних матча, когда Бокатырь выходил, с Зенитом-то он не мог играть, потому что он в аренде из Зенита, я думаю, что там он не может играть, вот с Тулой он уже сыграл на семерочку, Уфа победила, хит-трик Тимура Жамалединова, с ЦСКА, с ЦСКА он до 9.5 отыграл, офигеть просто, как он играет, я не понимаю, и Крылья Советов, здесь какой-то Иси, испанец Иси, ну не очень, конечно, крутой, но он забил, он забил, и, так, и победа, а наш Богатырь, 8.4, офигеть, ну сейчас матч с Локомотивом, 10 апреля, я просто хочу посмотреть на, на него в деле, и потому что очень часто игрокам с высокими рейтингами, допустим, Месси, там, вот в симулируемых матчах, Месси, Роналду, всегда высокие оценки, как только ты эти матчи смотришь, там на самом деле у них там лишь шестерочки, семерочки, ничего сверхъестественного, вот посмотрим, как Богатырь сыграет за Уфу, так, ну что, смотрим матч, во-первых, интересно, где у нас располагается Богатырь, так, а Богатырь располагается в атаке, смотрите-ка, ну то есть он где-то там на флангах, вот здесь он, вот это вот он, по-моему, так, подождите, стоп, нет, это Полозон, вот Богатырь, Богатырь играет в центре, ну мы выставим, наверное, да, развернутый обзор, чтобы и моменты были какие-то видны, и следим за Богатырем, ну он ЦАПа играет, в общем, центрального атакующего полузащитника, так что, он-то как раз и будет главным созидателем у Уфы в этом матче, опасный момент, Марич пробил мимо, 20-я минута, Богатырь пытается вступить в отбор, не отнимает мяч, но он прессингует, тоже вот, оказывает давление, сейчас нажила Лединова, например, оказывал, на Мурила, смотрите, что делает Богатырь, он грамотно располагается, видимо, наверное, уже оценку на 8 наиграл, хотя здесь Белинов в великолепном прыжке отводит угрозу, но угроза-то это еще не миновало, Богатырь располагается в центре штрафной, на подстраховке, сейчас выбегает, вы видите, прессинговать Рыбуса, ну ничего интересного, пока Богатырь на самом деле не делает, но оценка у него уже 7-0, вот что он делает, 7-1, что он там делает, покажите мне, что он делает, почему ему оценку прибавляют, на ЦАПе, главное, Уфа особо ничего не создает, вот Богатырь с мячом, играет в касание на Кэталин Карпа, Карп бьет и гол, Богатырь голевая, главное ведь, он ведь ничего не сделал по сути, здесь все сделал Карп, Богатырь просто одним касанием, смотрите, оп, отдал Карпу, дальше Карпа никто не кроет, Карп пробил и прошил, ну здесь Гильерме без претензий, тут удар в дальний угол, но суть в том, что Богатырь получает балл за ассист, и у него уже оценка, ну как у Карпа, который забил гол, теперь Богатырь выбрасывает за боковой, с Карпом ему нравится обыгрываться, Богатырь идет по флангу, уходит от двоих, вот это уже Богатырский футбол, отдает штрафную, момент, удар, гол, с Плазоном и с Жамалединовым, они сейчас конечно разыграли, нет, вот в этом голе уже Богатырь прям все сделал, он на фланге ушел от двоих, потом ушел от третьего, мимо четвертого покатил, и комбинация, в которой предголевой пас у Богатыря, но самый важный, и Уфа обыгрывает Локомотив 2-0 в гостях, это просто что-то с чем-то, хотя здесь Богатырю не засчитали, ну ничего, кроме одной десятой балла, но в целом он там мяч протащил, обыграл реально, очень круто и здорово, и, блин, какое влияние на игру оказывает Богатырь, реально, вот здесь вот смотришь, и он прям, прям сильно улучшает команду, и вот в том эпизоде, даже когда Карп забил, такое ощущение, что он заряжает партнеров по команде уверенностью, и они играют более собрано, что ли, более грамотно, угловой удар, кто подает, подает Алиев, а может быть Богатырь сыграет головой, он сыграл головой, боже мой, 3-0, он реально лучший, он реально, блин, а если Уфа его выкупят за 100 тысяч, это же будет просто зенитушки, облом большой, потому что Богатырь-то лучше всех прыгает, лучше всех играет головой, и он вообще без слабых мест, что творит вообще этот человек, сверхчеловек попрошу, Азар Алиев идет в центр, блин, Алиев даже как Месси стал играть рядом с Богатырем, Плазон просто гений футбола, хотя у него скиллы там фенельные, момент, Богатырь еще один удар наносил, и у него, у него реально, вот его оценка, она абсолютно заслуженная, штрафной удар, Богатырь, если сейчас заложит, ну, Гильерме выручил, но удар-то хороший был у Богатыря, ох, да, друзья, это что-то с чем-то, конечно, я, я, я таких терминаторов в игре не видел, но он реально терминатор, перевод точнейший на Алиева, получив такой мяч, Азер просто идеально играет, и ведь в этой, ну, вот сейчас в этой схеме, блин, мрзляк накосячил, но в этой схеме, Богатырь, он реально, так, красную что ли, мрзляку, что, кому красная-то, красной карточки не было, а, ну, карточка, мрзляку могла быть, красная, как фолл последней надежды, вот это отсматривалось, причем по XG, Уфа превосходит локомотив, но не на 3.0, тем не менее, вот такую разницу делает Богатырь, он реально, он реально хорош, люди, накидайте лайки, если вам хочется смотреть продолжение этого эксперимента, потому что это реально круто, и, наверное, за один эксперимент, за одну серию, мы не уложимся в, в карьеру этого Богатыря, но я думаю, что он, если перейдет там куда-нибудь в Барселону, в Реал, золотой мяч ему просто обеспечен, Богатырь, проходит штрафную, прострел, Уфа, выкупи его, просто выкупи его, за 100 тысяч, блин, это, это будет очень смешно, опасный момент ворот Уфы, Сутармин, вот тоже дешевый, кстати, футболист, 50 тысяч рублей стоит, это, это еще дешевле, чем Богатырь, поэтому такие трансферы, для Зенита реальность, купили за 50 тысяч рублей, продали за 100 тысяч долларов, это даже 100 тысяч долларов, для Зенита, очень большие деньги, на продажу, если они покупают игроков, намного дешевле, так, ну что, у нас заканчивается этот матч, и Уфа громит, локомотив, 3-0, в Черкизово, это, это, это просто очень, неожиданно, и это показывает влияние Богатыря на команду, которая, в общем-то, по составу, ближе к аутсайдерам, а здесь, с Богатырем, она превратилась просто, в, мощь, жалко, что против Зенита, кстати, Богатырь не играл, но не может, по условиям аренды, видимо, играть, и, вот, как бы Уфа с Зенитом смотрелась, она там проиграла 0-3 без вариантов, а может быть, с Богатырем она бы выиграла, и, ох ты, четвертый гол, четвертый гол в матче, и это испанец, Иси, пробил, Гильерме, ну, здесь, опять же, удар в дальний угол, какие вопросы, Каталин Карп отмечается голевой передачей, здесь, вообще, не поучаствовал Богатырь, но он врывался в штрафную, кстати, если бы Гильерме этот мяч отбил, перед собой, и Богатырь бы был первым на добивании, ну, а так, по красоте, 4-0, оценка Богатыря 8-9, лучший в команде, по XG, причем, Уфа не наиграла на 4 гола, но, мастерство Богатыря, оно этому поспособствовало, и здесь, вот что интересно, в Премьер Лиге, то, может такое случиться, что Уфа из-за Еврокубки поборется, потому что Уфы 32 очка, если они сейчас, ну, реально все начнут выигрывать, то, собственно, могут и зацепиться, там Урал в Еврокубке лезет, но я бы хотел, кстати, Уфу в Еврокубку с Богатырем посмотреть, нет, Богатырь не сумел затащить Уфу в Еврокубке, все-таки там нашлись более серьезные команды, которые за это поборолись, и вот после победы над Локомотивом было поражение от Оренбурга 0-1, Богатырь отыграл, кстати, на 8-5, но там было удаление Никиты Чечерина, оно на игру и повлияло, победа над Уралом была 2-0, затем 3-1 победа над Ахматом, Богатырь 8-8 отыграл, здесь Богатырь отыграл, здесь Богатырь не играл, что ли, может дисквалификацию какую-то схватил, так, с Краснодаром Богатырь играет на 8-9, с Ростовом Богатырь играет на 7-8, хоть команда проигрывает, и с Динамо Богатырь играет на 8-6, я думаю, он лучший по средней оценке должен быть просто в Премьер-лиге, но нет, видимо, недостаточное количество игр он сыграл, тем не менее, Зенит чемпион, на 2 очка перевел Спартак, и вот теперь вопрос, ставит ли Уфа у себя Богатыря, или же, или же все-таки Зенит его заберет, ну, пока только аренда прописана, посмотрим, что будет дальше. Итак, новый сезон стартует, Богатырь в Уфе, ну, и по всей видимости, да, у него контракт с Уфой, ну, и, да, за 110 тысяч, ну, за 109 тысяч, получается, там, как по договору аренды, так, Уфа и выкупила у Зенита супер игрока, и теперь он играет в Уфе, да, это смешно, конечно, Зенит просрал игрока с рейтингом все по 20, кстати, у него я поставил навыки, старается открываться, провоцирует соперников, спорит с судьями, любит играть в стенку, диктует темп, пытается бить через себя, любит прокидывать мяч мяч у него соперника, старается найти выход из любой ситуации, старается финтить, заводит болельщиков, обыгрывает сразу несколько оппонентов, любит двигаться с мячом, вот такие вот параметры, 6 матчей, 5 голевых передач уже в новом сезоне Премьер-лиге, ни одного гола не забил, но Уфа, вы видите, на пятом месте, то есть Уфа, благодаря этому богатырю, сейчас в лидерах, только одно поражение от ЦСКА, а в остальном, в остальном Уфа очень даже высоко, и Уфы сейчас нормально по финансам, Рашид Рахимов продолжает тренировать, это даже хорошо, потому что Рашид Рахимов-то играет как раз-таки в комбинационный футбол, и есть какой-то ЦАП, еще один испанец, Антонио Пуэртос, то есть Уфа, так серьезно укрепилась испанцами, Изи, Пуэртос и Ибанес, три испанца, такой футбол тикеташный, Санчес еще появился, еще один испанец, Уфа, короче, скупила испанцев, и богатыря, еще немец, Кристофер Ленц, пополнился там в Уфу, и блин, реально очень, очень интересная испанская Уфа, с богатырем на флангах обороны, но он, наверное, может и вперед где-то выходить, подключаться, и я очень хочу посмотреть на матч Уфа-Зенит, надо посмотреть, когда там у Зенита игра с Уфой, о, как раз следующий, как нам повезло, 10 сентября, вот мы посмотрим, богатырь против своей бывшей команды, поехали, Уфа против Зенита, давайте искать на поле богатыря, так, это Пуэртос, но богатырь может на любом фланге играть, но он играет в этот раз в обороне, так, получается, на левом защитнике, так, это расстановка Зенита, расстановка Уфы, нет, на правом защитнике играет богатырь, вот такие новости, один из испанцев, Ибанес, довольно быстро получил травму, его заменил Кирилл Фольмер, но замена не очень равна цена, я бы богатыря, на самом деле, перевел бы в атаку, зачем Фольмер, что вы хотите сделать, богатырь, да, он будет в обороне помогать, но, хотя, вот сейчас вот мы видим, что богатырь побежал куда-то вперед, это, 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 нет, он просто подключался в атаку, там, на самом деле, все равно, Фольмер, вот Фольмер перехватил, богатырь сразу несется вперед по флангу, обратили внимание, как он атаку поддерживает, ну, Рашид Маматкулович, поставь, пожалуйста, богатыря, нападающим, там, или ЦАПом, или кем-то, но не держи его в обороне, зачем, он же, он же помогает в атаке, прежде всего, здесь он выиграл вверх, скидка на Жамаледина, дальше мастерства не хватает игрокам, и Зенит может наказать Сардар Азмун, Табидзе здесь, да, конечно, Зенит, и Дреусе здесь не позавидуешь, потому что он один в один против богатыря остается, Уфа с мечом, Ленс вперед, Зрелок, Ленс, ну, переведите уже на богатыря, он сам все сделает, но они атакуют левым флангом, может, богатырь хочет замкнуть, я не знаю, а вот богатырь, а вот богатырь врывается, нужен прострел грамотный, но он назад играет на Санчеза, Санчез возвращает мяч богатырю, богатырь в центр, Пуэнто, Санчез, ну сыграй богатырю, пас дай, отлично, сейчас богатырь решит, нет, не решил, сейчас решил не решать, ну, как же он, как же он мощно играет на фланге, он там впереди располагается, так что соперники все просто стоят бояться, и Уфа контролирует мяч даже без богатыря, Уфа запирает Зенит на его половине поля, Санчез, Голубев, ну нужно как-то с богатырем сыграть, и вот богатырь уже добирается до мяча, нужен классный прострел, вот он, удара нет, Ленс, а прострелить бы на богатыря, а вот может сейчас с углового богатырь забьет, кстати, он же забивал локомотиву с угла, но здесь он далеко располагается, он на страхующей позиции находится, я надеюсь, хватит ума Рашиду Рахимову перевести богатыря в атаку, и так, с мячом Уфа, и Уфа вновь переходит наступление, медленно, но верно, Зенит ничего особо показать не может, но богатырь в защите бетонирует, все по всей видимости, и вот он с мячом, ох, какая динамика сразу у игры, ну пас на Фольмера, Фольмер сразу все губит, очень долго он с мячом топчется, а богатырь-то моментально принимает решение, Голубев, заброс, богатырь, снова он с мячом, богатырь врывается, подача, удар, справляется Сафонов, угловой, Жемалединов, подача, но не на богатыря, богатырь на ближней штанге стоял, и сейчас некому подстраховать, Мага Аздоев, передача вперед на Федора Чалова, Чалов, его останавливает Санчес, нарушение правил, может быть пенальти, может быть пенальти, арбитр бежит смотреть видеоповтор, Белинов там в центре поля, Санислав Васильев, какой вердикт он вынесет, сейчас и узнаем, пенальти не было, выдыхает стадион нефтяник, и к перерыву мы видим, что Уфа доминирует по XG, но Зенит мог заработать пенальти, конечно, но этого не случилось, богатырь остается на правом фланге обороны, честно говоря, странное решение тренера, но своего лучшего игрока просто не пускать к созиданию, он-то прекрасно создает, и нужно его двигать, наоборот, ближе к атаке, как он с локомотивом зарешал на позиции ЦАПа, у него лучшая средняя оценка в команде, но почему его не выставить ЦАПом, я не понимаю, богатырь, вот сейчас с мячом протаскивает его, он может через все поле протащить, уходит от Аздоева по ленточке, и два-едва не прошел еще одного игрока Зенита, здесь Жамалединов, ну не стал играть на богатыря, сыграл на Фуэнтеса, Пуэртеса, простите, и Пуэртес забивает, Жамалединов голевая передача, Пуэртес гол, а мяч протащил опять до атаки богатырь, да, ну, конечно, все лавры здесь достанутся Жаме, который двоих на себя собрал, и Пуэртесу, Пуэртесу, который пробил таким ударом, что ни один голкипер в мире бы, наверное, не вытащил, но ведь атаку-то протащил туда именно богатырь, ну и вот сейчас Зенит уже будет активнее действовать в нападении, Зенит будет создавать и давить, и вот момент! Тут же Федор Чалов отыгрывает один гол, а не богатыря ли перепрыгнул Чалов? Давайте на повторе мы с вами посмотрим за этой ситуацией, здесь Вендал играет на Караваева, Караваев в этой ситуации возвращает мяч Вендалу, навес Чалов, да! Богатыря! Богатыря Чалов переиграл вверху, да нереально! Ну, ну блин, как? Серьезно, у Чалова скиллы намного хуже, чем у Богатыря, хотя там может быть помешался, помешался центральный защитник, Никитин, кажется, это был, он не прыгнул, а Богатырь в той ситуации вообще был сбоку припеку, и увидев, что Никитин не прыгает, он решил помешать Чалову, но Федор был в более удобной позиции. Ну, показалось, вот так вот можно Богатыря оправдать за тот эпизод, сейчас Богатырь попытается снова потащить команду, пока тащит мяч к чужой штрафной, Дреуси его останавливает, но Богатырь находит Филиппа Мрзляка, Санчес, Мрзляк, Пуэртос, Богатырь врывается, бьет, справляется Сафонов, но удар был мощнейший, правда, примерно в ту точку, где Сафонов располагался, поэтому вратарь уровня Матвея, конечно, такие удары должен тащить, но отметим, что удар был действительно сильный, Богатырь вот так вот в штрафную направлял сейчас мяч, он самый активный, даже играя защитник, все равно он тащит эту команду, так, неужели на другой фланг его перевели, или он просто, а, он просто там решил, обосноваться, но сейчас все атаки просто через него, через защитника, Марио Фернандес отдыхает со своей вовлеченностью в игру в сборной России, ЦСКА, Сафонов готов выбить от своих ворот, выбивает, но здесь Фольмер, тут как тут, Пуэртос, ну Пуэртос, ошибся передачей, Мрзляк, Санчес, Мрзляк, Пуэртос, но здесь неплохо так разыгрывают мяч уфимцы, ни одного россиянина нет, кроме богатыря там, и Жамаледдинова, все легионеры, ну и вот богатырь врывается в штрафную, ух, да, удар не получился, Кузяев, мяч, впервые за долгое время оказывается в штрафной уфы, здесь Табидзе разбирается, и контратака Жамаледдинов, есть варианты справа, Тимура дает мяч на Зрелока, Зрелок, ну Зрелок, но здесь Иса прощает, Полозон, куда же ты бьешь, да, кстати богатырь, вы видите, выдохся больше всех, это свидетельство работоспособности 20, работоспособность хороший показатель, у него выносливость 20, но работоспособность 20, это просто издевательство над организмом, а тем временем в атаке Зенит, Твендал, 2-1, 2-1, Сергей Богданович, видите, даже уфу с богатырем обыгрывает, но здесь на самом деле, блин, вина-то не на богатыре, здесь вина на Рашиде Маматкуловиче, который не выпускает богатыря в атаку, у него там какие-то полозоны, помазоны играют, выпусти богатыря, будь человеком в атаку, и он будет забивать голы, но он в два нападающих сейчас играет, богатырь остается на фланге, ну что такое, подача, опасный момент и гол, Алексей Никитин, Никитин из-под Азмуна сравнял, да, и ведь главное, богатырь как Майкл Джордан, он делает партнеров по команде лучше, то есть Никитин там как-то смог исправиться за гол, забитый из-под него, 5 минут добавлено, кстати, время-то есть еще, и... ну не знаю, уже нет, уже закончилось время, сейчас я думаю судья просвистит, да, 2-2, но вы видите, что у фана равных играла с зенитом, да даже переиграла зенит, по xg там вообще нет шансов, зенит забил такие полумоменты, но у Чалов не должен был выигрывать воздух у Никитина и богатыря, Вендал, классный дальний удар, но... что тут скажешь, у Фе так сильно не повезло, богатырь с отрывом лучший игрок чемпионата России по средней оценке, у Фа всерьез бьется за еврокубки в этом сезоне, ну и статистика богатыря, 12 игр, 6 голов, 11 голевых передач, просто фантастика, фантастическая оценка, и тут... странно, что им еще никто не интересуется, и если, окей, у российских клубов нет возможности заплатить 20 миллионов, но это по сути только зенит может заплатить, как клуб из лиги чемпионов, но из зенита он только что ушел, поэтому здесь вопрос, конечно, прежде всего лежит в том, кто из зарубежных клубов им заинтересуется, но вот если Уфа пробьется в Еврокубке, мне кажется, что, конечно, очень себя здорово богатырь проявит. Кстати, он уже игрок сборной. Он игрок сборной, в 22-м году его вызвали против сборной Северной Македонии, он выступил, так, и забил первый гол за сборную у ворота Исландии. Так что у сборной России теперь есть суперфутболист, он, тем не менее, не входит в число ведущих игроков, только ключевой игрок у нас это Александр Головин. Александр Тарханов тренирует сборную России. Ну, спасибо, что он его вообще уже взял, но богатырь играет на позиции левого защитника. Вот это, конечно, уникально. Левый защитник, и никто его не пытается поставить там форвардом, центральным защитником, именно вот на край. Ну, с краю он неплохо достаточно пасует, кстати, у него была уже одна красная карточка, но в любом случае, игра богатыря внушает оптимизм. Ну, вот непонятно, чего добьется Уфа по итогам сезона. Друзья, сезон завершен, и Уфа третья. Богатырь вытащил Уфу на третье место. 8.56 средняя оценка у этого товарища. Я не знаю, перейдет ли он куда-то, у него еще 3 года до окончания контракта сейчас, но 12 голов, 13 голевых передач, говорят сами за себя, и богатыря наконец-то догадался Рашид Рахимов перевести на позицию центрального атакующего полузащитника. Нападающий Адам Зрелок, это, конечно, очень смешно. Человек с завершением атаки 11, самобладанием 10. Думает, что он нападающий. Это уже само по себе весело. Но я надеюсь, что Уфа как-то грамотно проведет трансферную кампанию на полученные деньги от Еврокубков, как-то закупится более, что ли, качественными футболистами, потому что, когда у вас, ну, форвард хуже, чем Вячеслав Кротов играет на падение, еще и иностранец при этом, это как-то странно. Хотя психология у него отличная и неплохая физуха, но техника у него просто на уровне какого-то бревноватого Буратино. Богатырь, да, есть богатырь, который может любую позицию закрыть, это правда. Но, но видеть как, Рашид Рахимов, видимо, почему богатыря ставил на позицию защитника? Потому что он боялся, что с тем, как богатыря выкупят, команда сразу рухнет, потому что сейчас вся эта команда, ну, типа, сильно бы зависела от богатыря. Но посмотрим, как оно будет, у Фы нормальное финансовое состояние, может быть, они, кстати, и улучшат его за счет выступления в Европе. В гостях с Зенитом тоже с Краль 2-2, богатырь оформил дубль. Передал привет Зениту. Но, правда, от этого привета, видите, Зенит-то лишился очков, и Зенит не чемпион. Я думаю, что здесь Симака уже могут так немножко попросить, мол, хоть и Зенитовый обиграл Спартак в финале Кубка России, но все равно он не вышел из группы Лиги Чемпионов, в очередной раз дико обосравшись, даже проиграв Славии Пражской, но это уж вообще ни в какие ворота не лезет. 0-3 от Челси, 0-3 от Атлетика из Бильбао, который своими воспитанниками играет и дерет Зенит только так. Но Челси-то, ладно уж, более сильная команда. Но проиграть Славии, проиграть Атлетику и не выйти даже в Лигу Европы, Зенит, конечно, умудряется радовать. Но у вас, у вас был футболист талантливый, сильный, вы его сами просрали, а теперь, ну, что сказать, терпите. Новый сезон, и Богатырь, вы видите, продолжает лидировать по средней оценке. Уфа в Лиге Европы, и давайте посмотрим, плей-офф был, Уфа уверенно прошла Карабах, 1-0 и 2-0. Богатырь отметился забитым мячом в этих двух матчах. Дубль по сумме двух встреч оформил Антонио Санчес, кстати, довольно интересно. Ну и группа с Байером, с Ласком и с Копенгагеном. Ну давайте матч с Байером как раз-таки посмотрим. Должно быть интересно. Ну а в РПЛ Уфа идет без поражений. Вот так-то. Тем временем Уфа взяла в аренду Виталия Кузьменко из Зенита. Это смешно. Так. Но в этот раз в этот раз без выкупа. Блин. А было бы забавно, если бы Уфа взяла с выкупом. Но тоже, как я понял, хотя нет, в этот раз Зенит, видите, он стал как-то поумнее. То есть и контракт аренды с 6 тысяч, еще и месячная плата. То есть Виталия Кузьменко Зенит ценит выше, чем Богатыря. Ну это, конечно, забавно. Это очень забавно. Ну Кузьменко сильный игрок. Нет вопросов. Но удивляет, что тогда Уфа смогла так выгодно взять в аренду Богатыря. Ну это, не знаю, и Богатырь, кстати, никогда не котировался в Зенит там как очень перспективный игрок или как ключевой игрок. Типа, возможно, он в Зените 2 числился, поэтому такая ерунда. Но все равно очень странно, потому что в Уфе Богатыри это и капитан, и ключевой игрок, и вообще сейчас просто лидер команды. Ну вот, друзья, дожили Уфа в кубке УЕФА в полноценной группе. И все благодаря русскому Богатырю, который ее туда затащил. Сейчас мы посмотрим вообще на какой позиции в этот раз придумал Богатыря использовать Рашид Рахимов, но судя по всему на позиции центрального атакующего полузащитника. Богатырь сменил номер с пятого на четвертый, выполняет прострел и угловой удар на первых же минутах зарабатывает футбольный клуб Уфа, подает Ибанес. Богатырь вполне может где-то там выпрыгивать и завершать. Он выпрыгнул, но мяч слишком высоко полетел. В воротах кстати у Уфы некий Нильсон, видимо Беринов уже закончил карьеру здесь, но смотрим как Уфа будет создавать атаки. Главное довести мяч до Богатыря. Вот Богатырь головой тут же скидывает на зрелока, но зрелоку техники не хватает, а судя по последнему его движению, еще и футбольного интеллекта, потому что он просто куда-то мяч пнул, а куда именно не понимает сам. Кварацхелия! Кварацхелия играет за Байер! Это тоже интересно для наших зрителей, я думаю, будет. Вот тот самый Кузьменко из Зенита в стартом составе Уфы, да, за счет аренды так Уфа неплохо играет, неплохо поднялась до Еврокубков. Всего два человека, ведь по сути сейчас Кузьменко и Богатырь делают игру. Ну, еще и удалось вынести мяч, и Богатырь бежит контратаку, а скорость у него сумасшедшая нарушение правил. А где желтая? Арбитр? Ну, это же срыв атаки опасный. Где желтая карточка? Шкудрюк отдает на Кузьменко, Кузьменко вперед, вернее, поперек на Медведева, и Банес, Богатырь под удар Волков не забивает, а Богатырь мог вполне голевушечку оформлять. В атаке немцы, в гостях, и пока по первым минутам, в общем-то, смотрится очень достойно. Не сказать, что как-то тушуется, но вот здесь, может быть, может и ошибиться. Уфа, хотя тут много легионеров, много футболистов, которые, вот тот же самый Зрелок, он же в Нюрнберге поиграл, то есть с Германией то он прекрасно знаком. А вот контратвет Байера, Фабио Вьера обыграл двоих, отдал назад. Здесь Пеллистри, это Факундо Пеллистри, тот самый, ну, вроде бы, без нарушения правил его обезоружили. Угловой подают немцы, Фабио Вьера, подача, Богатырь выносит, и Медведев может убежать, и бежит, 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 очень хорошо, бежит Медведев, очень хорошо бежит, но вариантов не так много. Кузьменко, подача, Богатырь, гол, красавец, гол, и как разыграно, два бывших зенитовца, Богатырь, и Кузьменко забили. О Медведев я, к сожалению, не знаю, это настоящий игрок, или Реген, но в любом случае подача Кузьменко огромный Богатырь просто вырастает, и забивает. И кто там остался неудел, сейчас посмотрим, это та, или уже другой, нет, это Тапсоба. Тапсоба просто стояла, Богатырь, взмывал и забивал. Вот так, 1-0, Уфа выходит вперед в Германии, что творит один футболист, он перехватывает мяч, Богатырь летит по флангу, у него сумасшедшие скорости ускорения, у него сумасшедшая техника, он обыгрывает одного, отдает назад, но здесь не под удар получилось, ну боже мой, как же он хорош, когда играет в атаке, а? Надеюсь, Рашид Маматкулович забудет о том, что его можно ставить левым защитником или правым, и вот Богатырь идет вперед, падение, удары Банеса, не точный, но пока Уфа задавила Байер. В атаке немцы, Вэндал, навес, здесь справились, Зрелок, Зрелок бежит вперед, Богатырь есть справа, но нужно как-то исхитриться, отдать эту передачу, Зрелок пошел в непонятный обыгрыш, но с техникой Зрелока слово обыгрыш нужно вообще забыть, даже во дворе, мне кажется, этот Зрелок с его скиллами никого не обведет, Леха со двора потехничнее будет, а здесь Шик, шикарно промахивается. Нильсон выносит от ворот, ну и вот здесь Богатырь снова выигрывает вверх, Зрелок точная передача, обраточка, гол, Адам Зрелок, он забил, он забил, Буратино, пятый гол в сезоне, но здесь опять, смотрите, Богатырь выигрывает вверх, Зрелок, ну ему никто не угрожает, по сути, он исхитряется, отдать передачу, и как же здорово, Иса, Иси, Иси, возвращает мяч на Зрелока, и Зрелок делает 2-0, ну я просто в шоке, приятном, как один игрок меняет, просто все. Второй тайм, поехали, Байер у себя дома, 0-2, уступает у Феви, домой, русским богатырем, богатырь разрывает, и уничтожает, и это слада для глаз всех российских болельщиков, ну вот момент, Нильсон, спокойно, Матиас Нильсон, уж не знаю, сейчас поглядим на его показатели, шведский вратарь, 24 года, очень посредственный, ну он разве что ростом равен Александру Белинову, и уровнем игры в воздухе, соответственно, а вот все остальное у Матиаса Нильсона, конечно, на крайне низком уровне, мне кажется, можно было бы, если бы не лимит, отыскать отечественного вратаря сильнее, но вот здесь Нильсон сумел из ближнего угла мяч вытащить, но вот всякого рода подачи в штрафную, я думаю, что для Нильсона с учетом игры на выходе, с учетом роста, они все-таки полегче, чем там игра в ближнем бою, ну как-то второй тайм Байер начал намного активнее, Богатырь в отборе, отрабатывает в обороне, он может и сам протащить, но отдает вперед на Ису, здесь Кузьменко, и вот Богатырь с мячом на любимой позиции, сколько вариантов, он может отдать на Ибанес, он это и делает, Ибанес, здесь Волков, Волков ищет варианты, не находит, Кузьменко, Волков, ох, как же хороша Уфа, но вот этот пас, Волкова, Шик, не попадает, и Патрика Шика тут же меняют, после этого он остается там, на бровке, Юрий Медведев, кстати, это чешский футболист, это легионер, ну, с весьма неплохими характеристиками, кстати, для чемпионата России вполне сойдет, если бы он был россиянином, для легионера, конечно, слабенько, ну, вот прострел, удар, и, Адам Зрелок, боже мой, как этот Адам Зрелок с самобладанием 10, с завершением 11, вообще забивает таких матчах, я не понимаю, но у него неплохая психология и физика, да, но все равно, я поражаюсь, насколько в ФМ бывают незначимые технические атрибуты, то есть, блин, вот так пробить, это надо суметь, и самобладание 10, но он же, он же голы-то забивает, и причем в важном матче, Нильсон, отворот, хорошо играет вперед, но здесь не удалось выиграть, вверх, Харрисон, Харрисон идет, 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 но его здесь уже встречают, здесь уже, Полозон, так неплохо, прессингует, Паласиос, некому встретить, здесь может быть очень опасно, розыгрыш, Байера, Харрисон, питание, Харрисон, удар, ну, удар очень простой, слабый, Нильсон с ним справляется, в атаке Уфа, но, перехватили мяч, футболисты Байера, они же все-таки хозяева, питание, назад, на Паласиоса, и вот здесь прорыв, может быть, Харрисон, он вышел на замену, он свежий, он отдает, обыгрывается с партнером, Харрисон, удар, очень неплохо, кстати, но, не попал в створ, продолжают атаковать немцы, но Медведев здесь выносит, кстати, возможно, у Медведева есть русское, или белорусское гражданство, которое ему позволит, не считаться легионером чемпионата России, Джек Харрисон все-таки забивает, все-таки удается Байеру один мяч отквитать, ну вот, давайте посмотрим, передача, Уильямс здесь, Арангуиз не смог его Полозон обезмячить, ну, удивительно, что из-под такого прессинга Арангуиз смог исхитриться, отдать настолько точную и качественную передачу, все-таки Полозон, ну вот смотрите, вот, в реальном футболе, но очень сложно было бы вот так отдать хитрый пас и такой точный, поэтому мне кажется здесь, ну, что-то вот, баг движка какой-то, Байер почувствовал вкус крови, и Байер атакует, Вера назад, вот он Арангуиз, который умеет отдавать классные передачи, момент, а вот здесь Нильсон блистательно ловит, ловит, не просто, знаете ли, отбивает куда попало, а ловит мяч, Ибанес, подача, момент, удар выше ворот, гол забитый Харрисоном, с близкого расстояния очень сильно поднял ХГ немцев, так-то Уфа была активнее, но вот этот мяч, он оказал влияние, ну, типа стопроцентный момент, а вот здесь, вот здесь тоже был стопроцентный, питание, неприкрытый, ну, не стопроцентный, похуже, но тоже сильно поднял ХГ немцам, и сейчас может сложиться впечатление, что они доминировали, но, по сути-то, до счета 3-0 особых моментов у Байера не было, потом уже понятно, что Уфа как-то подзакрылась, подсела, и там уже отдала немцам инициативу, зрелок, на Санчеса, Санчес на желтой карточке, ему нужно быть аккуратнее, но времени уже до конца мало, Богатырь, тем не менее, пошел в обыгрыш, мы хотели увидеть удар Богатыря, но он не состоялся, тем не менее, 3-1, Уфа в гостях обыгрывает Байер, как вам такое? Богатырь 8-4, игрок матча, просто феномен, статистика, 93 точных передач, при том, что человек в атаку играет, 3 обостряющих, ну 7 обостряющих было уебанос, кстати, тоже, блин, уебаноса звучит не очень хорошо, я только что это понял, друзья, простите, пожалуйста, это фамилия такая, а вот это что такое? Игра головой, 6, Богатырь, боже, как он и хорош, как он хорош, просто феноменально, ну вот вы видите, что XG немцев до гола, оно было ниже, то есть они вот здесь вот забили, и просто 100% был момент, и поэтому оно так резко подскочило, но так уфа была лучше. Ну что, эксперимент у нас подзатянулся, поэтому, если вы хотите продолжения, друзья, ну прям вот закидайте лайками этот эксперимент, чтобы было тысяча лайков, я в вас верю, вы прям вот залайкайте, его в группе ВКонтакте обязательно тоже лайкните, чтобы все видели, кстати, насчет группы ВК, с учетом всех вот этих вот слухов о том, что там Ютуб заблокируют, Твич заблокируют, я просто заранее хочу всех попросить подписаться на группу ВК, потому что если вдруг там что-то случится, и не сегодня-завтра у нас закроют Ютуб, то я, естественно, буду вести свою деятельность ВКонтакте, если вам интересно, там, ФМ, эксперименты и все такое, то я очень советую вступить в группу ВК, не шучу, потому что от современной ситуации в мире можно чего угодно ожидать, буду потом как Трамп, ну Трамп хотя бы, хоть и нет доступа к соцсетям, есть доступ к ядерному чемоданчику, у меня и чемоданчика нет, вот, и в итоге мы все останемся без ФМа, но я все-таки надеюсь, что вы вот по ссылочке под видео в группу ВК перейдете и подпишетесь, чтобы не теряться, ну, а я с вами попрощаюсь, надеюсь уже в ближайшие дни на фуру лайков, которые вы подвезете к этому видео, и будем дальше следить за продолжением карьеры русского богатыря, всем спасибо, всем удачи, всем пока!